здравствуйте дорогие участники сообщества я продолжаю наконец-то давным-давно обещанное тестирование абсолютно всех нержавеющих стали обычного передела которые ну есть у меня грубо говоря под рукой героя сегодняшнего нашего теста это отечественные 95 х18 шар шар это значит электрошлаковый переплав и она должна быть по идее в среднем по составу чище нежели обычной валовая вот а также у нас сегодня в гостях зарубежный гость гостя кость n690 это кобальтовая нержавеющая сталь тоже высокохромистая нержавейка но с некоторым добавлением кобальта и в технологиях особой раскатки но не особого переплава то есть не особо чистая n690 а n690 обычного передела от концерна бюллеруды хольм обе стали были закалены мной стройным крио циклом обе стали были заточены мной с финишем на сером байкалите туфите купленную в магазине ручьев реклама наглая вот поскольку на форумах мне было дано тайное знание что именно этот природный абразив может позволить сохранить агрессивность ареза при тонком финише на высокохромистых нержавеющих стали которые с агрессивностью реза есть некоторые проблемы на тонком финише из-за адски огромных карбидов хрома руки резчика мы не меняем это все также наш замечательный резчик олег и сегодня собственно мы проведем тестирование по канату и разрушающие тестирование кропки строганием многострадального рога все замеры будут с промежуточным тестированием на листке бумаги и замерением десятков резов с помощью зубочисток ну собственно можно приступать здравствуйте товарищи для начала попробуем на бумажке входную заточку ножей так это у нас 95 до 95 плавный вес по всей кромочке и н690 то же самое пока все без проблем с едиными ножей примерно одинаково то есть геометрия в данном случае у нашей одинаковые с какой их начнем дональ с нашей родиной ну начнем с нашей родины так поехали это мы руками не закрываем да нет да а а Идет, скажем, не как лазер, но идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, четыре, 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 пять, шесть, семь, восемь, девять, четыре, четыре. Ну, нож потихоньку перешел на отрезание за два движения. Замечу, что нож на липскотч, нож здесь бумага, поэтому он будет резать чуть хуже. Вот такая проблема с бумагой нет. Так, сорок, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, четыре, пять, шесть, семь, шесть, семь, восемь, 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 так, режут уже не слишком хорошо. Семьдесят. Ага. Я положу. Угу. Тихо. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 восемь. Так. При таком светении проблем не будет, пока он не помнётся весь. так, восемь. Так, восемь. Восемьдесят, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, шесть, восемь, восемь, восемь. Один, две, три, пять, шесть,消ш seis, семь, восемь, 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 восемь. Нож режут уже с ощутимым трудом. В принципе, я его больше перепиливаю. Заметьте, пока визуально больше не стало. Ну, бумажка у нас все так же. Так, ну попробуем еще хотя бы раз 20 на круглый счет. Или не попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Ну, я думаю, стоит остановиться, потому что я уже режу со значительным давлением, то есть 110 раз. В принципе, существенных повреждений нож не получил. Есть, конечно, замятия некоторые, но пальцем никаких звучанцев я пока не чувствую. Если говорить о бумаге, то, в принципе, рез достаточно, достаточно качественный. Итого, 95-е, 110 резов на данный момент. Так, попробуем теперь нашу М690. глазами, 5,8, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отмечу для себя, что с первого движения нож режет гораздо приятнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пять, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок, пятьдесят, нож потихонечку перешёл на отрез за два движения. Подреждений пока никаких не видно. Подрежать нож нормально. Ничего нож пока. Так, пятьдесят, шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят. Шестьдесят, шестьдесят, шестьдесят. Тяга, 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 тяга. Восемьдесят? Восемьдесят. Восемьдесят. Можь, в принципе, уже начну отрезать за три движения. Ну, никаких глобальных заметий пока не видно. Бумажка пока отрежется всё так же комфортно. Восемьдесят. Восемьдесят. Девять. Девять. Девяносто. Три. Да, девяносто. Всё я жду. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Восемьдесят. Семь. Восемьдесят. Сто. Нож всё больше начинает пилить. С бумажкой пока проблем нет. Есть небольшие участки замятия ближе к рукоятке. Ну, они несущественные. Просто кромка немножко блестит. Так. Два. Четыре. Шесть. Сотня. Сотня. Раз. Два. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Десять. Ну, в принципе, ножи сравнялись. По ощущениям от усилия отрезания. То есть, что одним, что вторым, можно только перепилить около четырёх движений. То есть, в принципе, N690 начал батарею. Чисто по ощущениям. Несколько, там, десятка-два раз он отрезал. Более агрессивно, на мой взгляд, чем 95-ая. Но к концу они пришли одинаковыми. Я бы так сказал. Напомню то, что нож из 65Х13 сделал 130 отрезов, прежде чем стало невозможно мучить канат. А здесь получилось по 110 отрезов. Хотя сталь более легирована на треть. А одна из стали обладает легированием кобальтом. Из этого можно сделать далеко идущие выводы. А можно сделать недалеко идущие выводы. Их я изложу в комментариях под видео. Будут ли они иметь под собой подтверждение или нет. Покажет следующее тестирование. А теперь мы немножко ножи подубьём. Мы подубьём аккумулянно. То есть, в принципе, сейчас никаких фатальных повреждений нет на ножах. Они режут бумагу. Ну, начнём опять же с 95-ой. Построгаем. Хотя, конечно, на таком сведении. Это с мерцем. Ну, вот, аккуратненько. Ну, визуально ничего не произошло. Пальцами немного чувствуется, что кромка самую малость завернула. Этим же участком порежем. Ну, да, то есть, вот эта зауселька, она стала резать чуть хуже. Но при этом, я думаю, выкрашивания нет. Выкрашивания нет. Одним движением по мусату она встанет на место и станет резать так же, как и резала. Так. Н690. Н690. Ну, визуально и пальцами, в принципе, ничего не ощущается. Ну, повреждения она получила меньше. То есть, зауселька не образовалась. Ну, с точки зрения банального материаловедения, легирование кобальтом должно было дать большую вязкость на большей твердости. Видимо, это и произошло. Спасибо большое за просмотр. Выводами, опять же, я поделюсь в тексте. Всего доброго. До свидания, товарищи.